Таифра летим студия Байер представляют. Международный раллийный сезон с участием и российских пилотов выходит на финишную прямую. Эстонский Тарту в конце сентября принимал гостей с разных частей света, которые приехали на Балтику, чтобы принять участие в одноименной гонке. Ралли Тарту 2015 года получилась запоминающимся. Весь комплект возможных раллийных приключений могли увидеть болельщики на маршрутах города. Об этом сегодня в репортаже программной студии Байер в Видеоспорте. Добро пожаловать в Тарту, второй по величине город современной Эстонии. Город молодежный, задорный, одаренный и красивый. Всякого можно насмотреться в Тарту, да и наслушаться тоже. Стрела нашего татарстанского лучника, видимо, прилетела на звуки песни. Судя по всему, английской, но в исполнении эстонской девушки в одном из центральных парков города Тарту. Ну а раз стрела лучника прилетела, значит, где-то рядом должны быть и спортивные машины. Так и есть. Вот они в самом центре, в самом сердце Тарту, на главной площади перед Ратушей. А рядом с машинами люди, которые этими машинами управляют. И все они участники ралли Тарту 2015 года. Предпоследнего этапа эстонского раллиного чемпионата, совмещенного, кстати, с этапом чемпионата Латвии. И в этом тоже кроется причина многочисленного списка участников. Много и россиян, а русскоязычных еще больше. Предлагаем вам блиц-опрос с рабочей темой. Как настроение и какие задачи. Настроение очень хорошее. Для нас дорожки новые здесь. Кроме одного кусочка топа. Вот я считаю, что будет интересная довольно боевая. И надеюсь, получим большое-большое удовольствие от этой гонки. Конечно, будем быстро ехать. Сколько сможем, сколько умеем. Будет, да. Ждаем до их до финиша. Первое. Второе. Посмотрим, как дела пойдут дальше. Настроение боевое. Мы готовились. Все успешно. Будем стараться. Будем пытаться подняться как можно выше. Пилот из Казани Радик Шаймиев из числа россиян получил для своей машины самый высокий стартовый номер. Десятый. И это при том, что сам пилот по традиции перед стартом публично не ставит перед собой сверхзадачи. Приехали с одной задачей. Оставшиеся две гонки в Эстонии провести в тестовом режиме. Для того, чтобы подготовиться к следующему году. Потому что мы сейчас перешагнули определенную скорость. И она достаточно повышена. И вот теперь надо закрепить этот данный результат. В боевом раллийном одеянии перед стартом гонки была замечена и одна из соавторов программы «Видеоспорт» Анна Завершинская. Но сегодня она штурман экипажа одного из моноприводных зачетов. И от нее слышим о нюансах предстоящего ралли. Мы сейчас ждем старта. Первая секция для нас уже будет в ночи. На машине висит люстра, дополнительный свет. Она нам поможет разглядеть как раз дорогу и все повороты. Ну, ознакомление прошло очень хорошо. Все записали. Дороги достаточно прямые. Иногда такое впечатление, что ты разгоняешься под взлетно-посадочной полосе. А не по тем островским дорогам, наверное, к которым мы больше привыкли. К трехмерным, с закрытыми поворотами. Но будет быстро, интересно. В общем, ждем старта. Ну, а теперь наша традиционная статистическая исправка по ралли Тарту 2015 года. Итак, гонка не чисто гравийная. Есть и асфальтовые спецучастки. Всего оригинальных скоростных отрезков 5. Но с повторными проездами получается 10. Протяженность спецучастков ралли 128 километров 120 метров. Со всеми переездами экипажи намотают за гонку порядка 500 километров. Организаторы поделили ралли на 5 секций по 2 спецучастка в каждой секции. Гонка имеет двухдневный формат. Первый день – открытие и 4 спецучастка. Второй день – 6 скоростных отрезков и церемония награждения. В заявочном списке ралли Тарту 2015 года около 9 десятков экипажей. Итак, в 17 часов по местному времени был дан старт первой секции ралли Тарту 2015 года. Маршрут протяженностью 6 километров 680 метров был проложен на городской окраине. По поселковым дорогам, которые хоть и считаются асфальтовыми, но на деле пилоты ехали по смешанному покрытию. В общем, вполне себе рабочий спецучасток получился. Закрученный, как и все дорожки мелких населенных пунктов. Экипаж из Казани Радик Шаймиев Максим Цветков, как уже отмечалось, стартовал в так называемой головке потока. На борту Ford Fiesta R5 команды Таиф красовалась десяточка, и где-то в душе наши ребята хотели показать результат не ниже, чем стартовый номер машин. Двойной проезд спецучастка, этакой разминки, можно сказать, удался татарстанцам. Они были стабильны на обоих проездах, стабильно с седьмыми. Два седьмых времени в сумме дали шестую рейтинговую позицию. Вот она, ролийная арифметика. Значит, кто-то где-то не был таким стабильным. Ближайший к Шаймиеву россиянин по результатам первой секции Сергей Угер. Он 22-й в рейтинге. Если посмотреть на состав первой десятки Абсолюта, то ничего сенсационного в первой секции не произошло. Ну, разве что можно было ожидать большего от опытного латыша Яниса Воробьевса, ну и финского пилота Сааку Веримаа. Но это только начало гонки, и эти пилоты, скорее всего, поднимут скорость. Что касается лидеров, то по итогам первой секции здесь все те же эстонцы Мувракос, Ланги, Бунцен. А лучшим показателем скорости отличился Райнер Аус. Этого пилота в последнее время преследуют неудачи. Так что на ралли в Тарту у Ауса большие надежды. Перед стартом гонки Райнер Аус говорил следующее. В чемпионате Эстонии осталось две гонки. Первая из этой пары здесь, в Тарту. На финише сезона я пока в числе тех пилотов, которые претендуют на итоговый эстонский подиум. Поэтому единственная моя цель – победа. Сегодня отличная погода, но завтра обещают дождь. Хотя при любой погоде надо показывать высокую скорость. Надеюсь, завтра вечером я буду победителем. Про дождик Райнер Аус упомянул верно. Вот только начался дождь не на второй день ралли в Тарту, а уже к моменту старта второй секции, то есть вечером первого дня. Вторая секция – это как раз из категории городской спецучастник. Оригинальный маршрут был проложен в основном по парковым дорожкам, покрытым асфальтом. Дождь, асфальт, слики – назовите лишнее. Правильно, сырость не в пользу безопасного прохождения. Но выбирать-то не приходится. И еще не факт, что первым стартовавшим повезло больше. Их дождик застал в разгар работы и был неприятным сюрпризом. Героем второй секции, героем эстонских сумерек, можно сказать, стал латыш Янис Воробьос. Он выиграл оба городских проезда, ну и переместился с 11-й рейтинговой позиции на пятую. Так что первый день для латыша закончился на позитиве. Ротация в лидерской десятке имела место быть, но по раллийным меркам она была рабочая. Райни Раус остался на первой протокольной строчке. Сим Планги поднялся на вторую, Райна Бунцен на третью, а вот Роланд Муракас приспустился на позицию номер четыре. Но не склеилось у Муракаса в городе. В районе шестой-седьмой позиции будто за руки держатся Эган Каур и Радик Шайми. Каур, между прочим, победитель последнего этапа чемпионата Эстонии и претендент на сезонный подиум. На предыдущей гонке мне повезло. Я победил, но, наверное, только потому, что у моих конкурентов были большие проблемы. Говорил честный Эган Каур и продолжал. Хочу, чтобы в Тарту у всех все было в порядке, но я все равно победил. Главное, на мой взгляд, быть спокойным, внимательным и контролировать эмоции. Дивиденды будем подсчитывать после финиша. Что ж, пока Эган Каур спокоен после первого дня гонки, он шестой с 11 секундами отставания от лидера. Сосед Каура по рейтинговому списку, казанский пилот Радик Шаймиев, на городской секции также был уравновешен и, можно сказать, сохранил темп, который позволяет твердо держаться в топ-10. Можно было бы и ускориться, наверное, но рисковать не всегда оправданно. Это во-первых. А во-вторых, были технические нюансы, о которых Радик Шаймиев упомянул позже, точнее, на следующий день. Вчерашний день прошел великолепно, потому что неплохую скорость несли. Единственное, на городском допе у нас настройка машин была очень мягкая, и поэтому мы, в принципе, проигрывали на асфальте. Ну, так скажем, хорошая тренировка была для контроля машины. Хорошая тренировка, похоже, была и у других российских пилотов. Под занавес первого дня ралли-тар. Они стартовали позже, и на их долю выпало и темноты, и дождя. Грязин завершил день в 18-м, Сидоренко в 26-м, Семенов в 30-м. Никончук в 34-м, Левятов в 36-м, Угер в 40-м, Кузнецов в 42-м. Ну, вот как-то так. Главное, что настроение у всех наших осталось хорошим, рабочим. Интересно. Единственное, что сложно было на первом дождь попали в время самых сумерек, перехода от светлого к темноте, поэтому дороги плохо было видно, ну, и сам как-то не проснулся. Второй дождь уже получше чуть-чуть потемнело, фары работали. А вот здесь, конечно, было очень интересно, что сильный дождь, скользко, но от ралли. Это ралли-тарту 2015 года. Первый день гонки прошел почти без потерь в составе участников. Но основной соревновательный день, второй, он был насыщен событиями, радостью, разочарованиями, эмоциями. Хронология второго дня ралли-тарту прямо сейчас в программе студии «Байер» в видеоспорте. Третья по порядку секция открывала программу второго дня ралли-тарту 2015 года. Серьезная секция по сравнению с предыдущими. Два оригинальных спецучастка протяженностью 11 километров 300 метров и 26 километров 770 метров. Участников ждали здесь и трамплины, и прямые отрезки, и закрученные лесные. В общем, боевое начало дня. Оно и получилось боевым, с потерями в рядах бойцов. Ну и для начала сразу отметим, что именно в этой секции определилась пара пилотов, которая оторвалась от других и довольно прилично. Райнер Аус и Сием Планги – извечные соперники по эстонскому чемпионату. Обменялись победами. Планги выиграл пятый спецучасток, Аус – шестой. Между ними сохраняется разрыв – 7,5 секунд. Но это почти ничего не значит, потому как остальные потеряли, ну или не добрали. В третьей секции существенно больше. Райнер Аус, комментируя текущее положение, говорит, что 7 секунд лидерства ничего не значит. Одна ошибка может все перевернуть. Вот у меня был момент, говорит Аус, на шестом спецучастке, когда я еле-еле удержал машину в траектории. Еще бы немного, я бы закончил. Кювете. Так что загадывать не буду. Пока лидирую, все хорошо. Основной оппонент Ауса, Сим Планги, в комментариях выглядел уверенным в себе. Да, начали мы гонку медленнее, чем Аус, но в чемпионате-то у меня больше очков, так что мне лишние риски вроде как и не нужны теперь. Главное – держать ситуацию под контролем. Да уж, Планги уже чувствуют запах чемпионства. Это очевидно. А тут еще и конкуренты помогают вовсю. Сейчас мы имеем в виду Эггана Каура. Каур проехал пятый скоростной участок с третьим временем. Вплотную подобрался к Симу Планги, но на шестом спецучастке Митсубиси Лансер девятой эволюции, под вторым, кстати, стартовым номером, уже не появился. Вышел из строя бензонасос. И прощайте мечты о победе. Не зря, видимо, Эган Каур говорил раньше нам, что все подсчеты только после финиша нужно вести. А теперь ему и считать-то нечего, к глубокому сожалению. После схода с дистанции Эггана Каура на третью рейтинговую строчку поднялся Рогланд Муракас. Однако его отставание от пары лидеров исчислялось уже почти полминуты. Ситуацию племянника комментирует именитый дядя, многократный чемпион Маргус Муракас. Вот это по-нашему помнят и хорошо помнят именитые эстонцы русские обороты речи. Ну а если вернуться к проблемам, которые преследовали лидеров по ходу третьей секции, то выбор покрышек был очевидно важен. Слово латвийскому лидеру Янису Ворубевсу. Вчера вечером мы кинулись догонять с 11-го места, добраться чуть ближе к лидерам. И подобрались немножко ближе до 5-го места с 11-го. И сегодняшний утренний доктор поехали. В ночь был дождь и сделали ошибку такую, что не нарезали колеса. И просто колеса забивались в грязи и было очень тяжело ехать. Особенно чувствовалось на торможении. Но рисковать не хотелось. Хочется поймать кайф отъезды. И в таком софите режиме проехали вот эти два скосных участка. Сейчас поставим другую резину и помчим. Утро экипажа команды «Таиф» из Казани тоже началось с проблемы. По дороге к старту секции экипаж пробил колесо. Пришлось ставить запаску. А она была предназначена для другой стороны машины. Обычно в запас берут колесо, учитывая большую вероятность, какое может не выдержать. К примеру, взяли правое, а пробили левое. И направление нарезки протектора не в ту сторону, как говорится. До ДОПа у нас ни с того ни с сего я хотел попытаться поднять температуру колес, потренировать их. И вдруг посмотрю, меня так ужасно разворачивают на асфальте. Я такой думаю, ничего, как скользко у нас. Потом через три километра мы выясняем, я смотрю, дымок какой-то за нами идет. И вдруг в один момент так хлоп. У нас, оказывается, колесо заднее правое было пробито. Остановились, поменяли. Единственное, конечно, нерезанное колесо попалось нам. Ну, все понятно. Хотя стартовали ребята бодренько на пятом спецучастке. Было, конечно, заметно, что с недорезанным колесом не везде попадали таифовцы в оптимальную траекторию. Наверное, еще и из-за перезбитка желания. Хорошо проехать без запасного колеса в багажнике. Это на правах шутки. Запомнились таифовцы местным болельщикам тем, что стали единственным экипажем, кто уронил тюк из сена, который обозначал поворот. Но он же не бетонный, правда? А кто зрелищность-то подарит людям? Да еще и без ущерба техники. Держите вам, ребята, привет из Казани. Однако уже ближе к финишу пятого спецучастка таифовцам было не до шуток. Вроде все хорошо шло. И вдруг после прыжка похоже, что там у нас передний привод срезало левый. Поэтому так весело заканчивали этот топ. То есть я говорю, неужели так скользко? Сначала не понял, что у нас только задний привод. На повороте на двойке нас вообще развернуло. По полю проехали. Финишировали на пятом спецучастке, но впереди-то был еще и шестой отрезок. А он-то без малого 27 километров. И все эти боевые 27 километров таифовцы ехали на заднеприводном Ford Fiesta R5. Звучит необычно, правда? Понятно, что теряли по времени, но старались выжить из этой ситуации по максимуму. Ехали с аварийкой, понимая, что выпадают из темпа. Но со стороны-то и не казалось, что наши просто катят на доезд. Так на самом опасном трамплине со связкой поворотов таифовцы промчались просто лихо. А ведь в начале раллийной карьеры экипаж Шаймеев-Цветков как раз в этом самом месте попали, по сути, в первую серьезную аварию. В архиве программы «Видеоспорт» есть эти кадры. Да, и тогда гонка называлась по-другому, и лес был не такой густой вокруг. А после прыжка на трамплине вынесла машину таифовцев в обочину дороги и прямо на стол. Который не выстоял после такой атаки. Много экипажей испытали трудностей на этом месте. Да и теперь при первом проезде остросюжетно было очень. Как в исполнении небольших раллийных машин, так и... Да, когда с трассу слетает грузовик, зрелище приобретает особый размер. Главное, что все пилоты живы и здоровы. Не все добрались до финиша третьей секции. Но те, кто доехал, вопреки трудностям, были в приподнятом настроении. Второй док уже, понятно, когда мы стартанули. То есть я зарылся, настоял на месте, я понял, что у меня только задний привод работает. Ну и, к сожалению, или к радости, надо все испытать. Поэтому финишировали, классно. Сейчас поменяем и вперед в бой. Дорожки и на повторном проезде были крепкими, неразрытыми. Повезло, что дожди не зарядили, как обещали синоптики. И вот по этим самым дорожкам четвертой секции ралли Тарту экипаж Радик Шаймиев Максим Цветков прохватили так, как и обещали. На седьмом спецучастке наши седьмые. А на восьмом, том самом аварийном, опасном, третье время в абсолюте, в активе экипажа команды ТАИФ. Эти успехи мгновенно сказываются и на позиции ТАИФовцев в протоколе. Они снова в топ-десятке ралли Тарту. Испытания продолжаются на психологическую выносливость, поэтому считаю, что все хорошо, потому что так закаляется психологический характер. Потому что это очень важная вещь на гонках. Потому что когда происходит что-то, ты все время начинаешь нервничать, а тут, слава богу, что-то происходит, мы успокаиваемся, идем. Ну, жалко, что не весь полный ритм идет, но, наверное, так и надо. Тут оттуда ехали, слава богу, сейчас большой перерыв, и я надеюсь, что механики все сделают, и помчим дальше. Четвертая секция, кстати, вычеркнула из списков участников еще целую группу пилотов. Так, на восьмом спецучастке, по причине выхода из строя коробки переключения передач, завершил выступление в Тарту лидер гонки Райнер Аус. Значит, черная полоса неудач для этого эстонского парня продолжается. Ну, а некоторые сошли с дистанции аварийно. Многие опять же на пресловутой связке поворотов через трампы. Завершающая пятая секция ралли Тарту включила в себя двойной проекте. Это был проезд 17-километрового спецучастка. Маршрут был довольно быстрым, с множеством ходовых отрезков вдоль полей. Однако и пара-тройка лесных закруток на пути экипажи встречал. Еще при первом прохождении стало понятно, что основной вопрос, вопрос о победителе гонки, уже снят. Си-Им Планги ехал быстро и надежно. И в итоге заслуженно победил. Я выиграл гонку, что может быть лучше для пилота. Позже радостно комментировал Си-Им Планги. Вместе с тем я сожалею Райнеру Аусу, который не смог доехать до финиша. Но в этом моей вины нет. Это моторспорт. Планги лучший эстонец ралли Тарту. Но ведь этап-то был совместный с латышским раллийным чемпионатом. И здесь вопрос был снят с повестки дня и не кем-нибудь, а Янисом Воробьевцем. Опытнейший пилот на финише гонки был третьим в абсолютном зачете и быстрейшим латышом соответственно. Очень хороший прожитый день. Довольно интересная борьба была. И там Планги отъехал довольно далеко. Мурокос был где-то посредине между нами и между Планги. У меня была борьба с латышками ребятами на группах. И они тоже меня держали в тонусе. Это был довольно интересный день. Явным фаворитом в борьбе за звание «Быстрейший россиянин» в ралли Тарту был пилот команды Таиф из Казани Радик Шайми. Всякое, конечно, могло произойти по ходу заключительной секции. Вдобавок, кстати, к уже произошедшему. Но на финише гонки и машина не подвела, и экипаж сработал как надо. Еще диск загнули, и тоже там звук такой пошел, нехороший звук, стучащий такой. Но он вроде бы не усиливался, но все равно ехали всегда в ожидании чего-то такого, что сейчас что-то произойдет. И как бы не на всю мощь ехали. А вот после сервиса уже, вот последнюю секцию, 9-й и 10-й спецучасток, проехали, я считаю, достойно. Только на некоторое время, после поломки привода, татарстанцы выпадали из топ-десятки. Но оперативно затем возвращались в компанию быстрейших пилотов, и это весьма позитивный факт. Вот даже Макс сказал, что приятно, оказывается, в десятки ездить, головки, так скажем. Потому что, ну, действительно, другие скорости, другое отношение. Не знаю, там мир другой совершенно. Какая-то уверенность появляется, и такое спокойствие. Ты понимаешь, что ты где-то с ними одинаковый, потому что проигрываешь. Ну, вот сейчас вот фланги мы проиграли на 17 километрах 9 секунд. Я считаю, это большой шаг, потому что мы когда-то фланги проигрывали по 3 секунды на километр. Мы выросли. Совсем не зря Радик Шаймиев отметил, что изменилось отношение экипажа к работе. Изменилось прежде всего в том плане, что пилот и штурман перестали бояться высокой скорости. И вместе с тем спокойнее, нет, профессиональнее реагировать на проблемы и недоразумения, которые так или иначе случаются в гонке. Это потом, после финиша, можно посожалеть о чем-то. Но в процессе гонки прочь такие мысли. Ну, к сожалению, если бы просто не привод, наверное, я думаю, мы в пятерке бы должны были быть. Но вопрос даже не в этом. Вопрос кайфа. Мы же знаем, где мы теперь. В какой области скорости. И вот это самое приятное. Финиш в ралли – это завсегда успех для экипажа, для команды. Но финиш, и уже не первый, кстати, в этом сезоне в топ-десятке, это несколько другой уровень успеха. И к этому действительно приятно привыкать. Да будет так. Ну а пока всем спасибо за гонку. Это Видеоспорт. Всем удачи. Всем побед. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...